39-летняя Наталья Бочкарева избежит уголовной ответственности за хранение наркотических веществ. МВД предложила наказать актрису, не ограничивая ее свободу. Звезда сериала «Счастливы вместе» является фигуранткой дела по Ч. 11.228 УК РФ, незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств. Сотрудники Дорожно-патрульной службы задержали ее с кокаином в сентябре прошлого года. Сегодня стало известно, что правоохранители прекратили уголовное преследование артистки. Следствие попросило столичный суд оштрафовать Бочкареву. В Преображенский районный суд Москвы 9 января 2020 года поступило уголовное дело в отношении Бочкаревой Натальи Владимировны с постановлением органов предварительного расследования о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Дата судебного заседания по рассмотрению данного постановления пока неизвестна, цитирует свой источник ТАСС. Ранее в сеть попало видео, в котором брюнетка рассказала правоохранителям о наличии кокаина в белье. В беседе в инспекторами ДПС она отказалась от медицинского освидетельствования. В ходе досмотра у Бочкаревой нашли 0,69 грамма кокаина. Наталья категорически отрицала причастность к преступлению. Она заявила, что в момент происшествия находилась дома с детьми. Ситуация вызвала в обществе резонанс. Несмотря на очевидные доказательства, Бочкарева заявила о провокации. За нарушение закона ей грозила до трех лет тюремного заключения. Сейчас актриса сериалов находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В октябре суд признал Бочкареву виновной в отказе пройти медицинское освидетельствование. Ее лишили водительских прав на год и восемь месяцев. Звезду также обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Наталья не стала обжаловать это решение. Бочкарева устала от нападок в свой адрес. Она эмоционально высказалась о всесторонней травле, которая на нее обрушилась. Наталья недавно похвасталась благотворительностью. Она пожертвовала сережки на лечение больных детей.